привет дорогие друзья меня зовут александр хочу передать привет андрею исаеву нашему подписчику спасибо что вы пишете комментарии но я уже привык говорить что меня зовут александр поэтому пока будет так а дальше посмотрим ставьте лайк за то что мы читаем ваши комментарии и ценим всех наших подписчиков в этом видео хочу поговорить снова о переходниках для моего любимого iphone а какое-то время назад у нас на канале был обзор вот такого металлического китайского переходника с одной стороны здесь lighting разъем с другой стороны два джека один из них для гарнитуры второй линейный вход usb разъем и lighting для зарядки все бы ничего с этим переходником но когда вы подключаете например флешку то есть вы хотите только флешку все равно звук у вас перехватывается и выходит как бы в этот переходник это ну наверное неудобно если вы пользуетесь voiceover вам приходится подключать гарнитуру или какие-то наушники и использовать флешку только с наушниками недавно на алиэкспресс я наткнулся на похожий переходник но он пластиковый очень похож на переходник от apple сейчас мы чуть позже их сравним у меня даже сохранилась коробочка вот если смотреть на нее она такая беленькая но все как у компании apple нет немного она порвалась но это не главное если сравнить с коробочкой оригинальной вот в принципе они немного похожи но не сильно похожи поэтому наверно в суд подавать на китайцев apple не будет но тем не менее коробочка достойная этот переходник имеет usb разъем три с половиной миллиметра аудио разъем и разъем для зарядки то есть чтобы заряжать телефон во время подключения в то время как оригинальный от apple у нас есть вот такого формата только usb мама на lighting или вот такого usb мама плюс lighting и на другой стороне lighting подключается к айфон то есть мы можем питать айфон и подключить одновременно к нему какое-то устройство в чем плюсы этого переходника китайского в том что мы можем подключить к нему флешку подключить переходник сам к айфону открываем приложение файлы вот она наша флешка мы можем открыть и получить доступ к файлам на флешке можем их скопировать на устройство какие-то файлы напрямую послушать посмотреть суть в том что voice over продолжает нам говорить в динамик телефона если мы подключаем аудио разъем тогда только звук перехватывается таким образом мы можем использовать midi клавиатуру обзор на нее тоже есть на канале подключаем midi клавиатуру к usb разъему и в этот же переходник можно включить аудио то есть подключить к какой-то акустической системе и получается что мы можем и использовать midi клавиатуру и выводить звук на какое-то усиливающее устройство с оригинальным переходником от apple такого сделать нельзя и все бы хорошо и переходник этот китайский стоит дешевле и все говорит о том что надо покупать его но послушайте звук фортепьяно он не должен так вибрировать не знаю может быть для кого-то это не критично но что я хочу сказать то что этот переходник отдает какой-то неправильный звук с каким-то странным вибрато на музыке это тоже заметно но в меньшей мере когда вы используете какие-то музыкальные инструменты когда вы хотите там создать какую-то музыку то это прям сильно бросается в глаза такова быть по идее не должно поэтому если качество звука вас не смущает то в принципе этот переходник можно покупать я его тестирую уже достаточно давно он выдерживает нагрузки так скажем и есть у него еще одно преимущество если родные переходники apple не позволяют подключить какие-то устройства которые требуют от айфона слишком много питания то этот переходник обходит это ограничение зарядка у меня сейчас не подключена я могу подключить практически любое usb устройство и она будет работать с оригинальным переходником может потребоваться подключение зарядки с одной стороны apple заботится о том чтобы устройство внешне не сильно потребляла энергию которая и так у айфона немного а с другой стороны иногда экстренно нужно какую-то подключить флешку она потребляет слишком много по мнению apple энергии получается что подключить без зарядного устройства вы определенную флешку не можете этот переходник обходит это ограничение получается что без китайского переходника мы не можем подключить миди клавиатуру и аудио устройство я долго об этом думал на самом деле оказывается можно берем звуковую карту с usb разъемом какую-нибудь недорогую у меня карточка саунд бластер но в принципе работает практически с любой вот такой красивый usb хаб продается у китайцев недорого рублей 200-300 стоит он удобен для ноутбуков он потому что миниатюрный он втыкается и тут есть три разъема один сверху и два сзади в принципе можно использовать любой какой-нибудь простенький usb хаб но ссылочку на этот мы тоже оставим в описании я взял оригинальный переходник apple на usb маму подключил к нему хаб и в хаб воткнул звуковую карту и миди клавиатуру и все работает причем звук без всяких вибраций таким образом получается что китайский переходник всем хорош кроме того какой он отдает звук если для вас это не критично можно использовать китайский переходник ну а если хочется оригинальный то его тоже можно использовать и дополнительно использовать небольшой usb хаб и звуковую карту на этом все подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите в комментариях какие дополнительные аксессуары для мобильных устройств используете вы до новых встреч мы можем использовать миди клавиатуру извиняюсь сейчас я быстренько соединю это все я короче все сдаюсь